И сообщение с пометкой срочно по данным агентства инфолюберцы. В связи с нетипично жаркой для мая погоды в Подмосковье замечено гораздо больше змей. Особую опасность представляют гадюки, у которых сейчас брачный период. Как же выйти невредимым в случае, если нежданно-негаданно столкновение со змеей произошло, знает Александра Томей. Гадюки в этом году проснулись на месяц раньше положенного из-за аномального тепла. Сейчас их биоритмы показывают готовность к брачному периоду. Во время него змеи отличаются повышенной агрессивностью. Ситуация усугубляется тем, что зоны их обитания стали застраиваться дачными и коттеджными поселками. Специалисты утверждают, что гадюки не нападают на людей и крупных животных, так как те не представляют для них пищевого интереса. Однако они могут укусить, защищаясь. Обезопасить себя от длительного и болезненного лечения после укуса ядовитой змеи можно собственной внимательностью. Нужно тщательно осмотреть свой дачный участок или место привала во время лесного похода. Препятствием для зубов змеи будут обычные кроссовки или резиновые сапоги и широкие джинсы. Но главное правило при встрече с гадюкой – обойти ее стороной. Александра Томей, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова